Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре Правильный понедельник Традиционная проверка связи Как меня слышно? Нет ли проблем с изображением? Как меня слышно? Если нет проблем с изображением, достаточно поставить плюсики в общий чат Замечательно, вот те, кто знает, отлично Хорошо Ну что ж, тогда будем начинать Все, кто хотел присоединиться сегодня к нам уже в сборе Разумеется, те, кто не смог Подключиться уже по ходу вебинара Либо посмотреть запись, которая будет доступна На нашем официальном канале На ютубе уже завтрашнего утра Понимаю то, что время теперь Вебинаров новое, еще не все адаптировались Но дело наживное Соответственно, соберем мы всю аудиторию Со временем Так, ну давайте тогда переходить Традиционный сценарий Коснемся ключевых фундаментальных событий Прошлой недели, разумеется, неделька была очень жаркая Интересные события Достаточно Стоит еще раз пробежаться по ключевым из них Поскольку, как я уже неоднократно отмечал Большинство событий имеет достаточный потенциал Чтобы не только повлиять в моменте На динамику активов Но и, разумеется, чтобы сохранить резонирующий эффект Который имеет место быть Поэтому, еще раз Отмечу ключевые из этих событий Разумеется, также Будем констатировать вместе с вами ту динамику, которую мы увидели постфактум Плавно перейдем к основным событиям этой пятидневки Ну и заключительным традиционным слайдом Это те цели, которые являются нашими ориентирами Профильными, будем надеяться, в рамках торговой пятидневки В общем, сценарий прежний уже устоялся Соответственно, давайте начинать двигаться И начнем мы традиционно с буквально первой торговой сессии И динамики, которую показывал главный валютный риск Я думаю, что вы все прекрасно заметили То, что европейская валюта открыла прошлую неделю С весьма предсказуемого отскока Особенно после тех распродаж, которые мы наблюдали Буквально после конференции Марио Драги В понедельник, помимо технических факторов Евро еще поддержала и национальная статистика А именно данные по индексу делового оптимизма От ИФА, который достиг уровня 182 против прогноза 107,8 Тем не менее, индикатор оценки текущей ситуации От ИФА по-прежнему снижается 112,6 против прогноза 113,5 То есть, есть у нас, конечно же, и позитивный фактор Но есть и очевидный негатив Который еще в целом не позволяет нам собраться С хорошими ожиданиями касательно состояния промышленного сектора Если мы констатируем такой очевидный негатив По производственному сектору Я думаю, что совершенно очевидно Ведущая экономика валютного блока у нас продолжает слабеть А значит, по-прежнему акцентирует на себе внимание Как, наверное, уже не такой же двигатель Для всей еврозоны Которые мы традиционно обозначали ему в качестве статуса Конечно же, хочется со временем увидеть восстановление В рамках Германии Потому что без соответствующих макроэкономических релизов Без поддержки, которая обычно идет со стороны Германии Еврозона в целом не увидит хорошей статистики Каждый раз, когда у нас есть возможность анализировать статистику по Германии Мы пользуемся ей И, разумеется, обращаем внимание на все макроэкономические релизы Особенно, если они как раз касаются сферы услуга Производственного сектора Потому что мы знаем, что эти сектора По сути и формируют общий темп экономического прироста А в целом я уже неоднократно повторял тот факт Что если делать ставку на бизнес ожидания То ИФО, несмотря даже на, скажем, значимость этого макроэкономического отсчета Все равно не является определяющим Потому что по ИФО есть еще, скажем, конкуренция И она связана уже с оценкой другого института ЗЮ Это уже более объективная, реальная статистика Но, к сожалению, зная последние месяцы По ЗЮ у нас один сплошной негатив Что в целом закладывает соответствующие предпосылки Ожидать в дальнейшем еще большую просадку И, соответственно, Германии в целом Ну и, разумеется, делать такие же полномерные выводы Касательно того, что и еврозона будет с этим терять В общем, негатива по-прежнему достаточно Что касается, опять же, производственного сектора Если мы делаем на него основную ставку Тут нужно прекрасно понимать То, что помимо слабых макроэкономических отсчетов У нас, помимо этого сектора Есть еще такая же слабость по сектору услуг Есть катастрофические показатели по торговому балансу В частности, напомню, что экспорт на протяжении последних месяцев Снижается и уже находится на минимальном уровне за многие месяцы Поскольку промышленный сектор не вытягивает экономику Значит, рейтинговые агентства, инвестиционные банки Постоянно, регулярно пересматривают прогнозы экономического расширения Создавая дополнительные риски для валютного блока Для нас, как для спекулянтов, это, конечно же, еще одна возможность Зацепиться за авторитетные мнения, присутствующие на рынке И, разумеется, использовать этот макроэкономический фон В качестве еще одного негативного фактора Который мы помещаем в копилку всех тех аргументов Собственно, которыми и апеллируем Обозначая возможности для распродаж главного валютного риска Напомню, что по темпам экономического расширения У нас уже очень слабые ожидания Поскольку, если раньше предполагалось то, что УВП сможет добраться до уровня 1,8 Сейчас общий показатель съехал уже до 1,7 Я думаю, что если Китай преподнесет дополнительные негативные сюрпризы Значит, у нас, к сожалению, ну, к счастью для нас Поскольку мы все-таки верим в слабость европейской валюты Будут созданы основания для того, чтобы темпы экономического расширения Поехали с одного из семи, может быть, даже до полутора процентов И как только это произойдет, разумеется, мы в очередной раз Активно вернемся к теме спекуляции на тему На возможности, скажем, дополнительного расширения экономических хостимов Что создаст еще больше оснований для разгрузки главного валютного риска Поэтому, резюмируя общий фон, который сейчас характерен для еврозоны Мы прекрасно понимаем, здесь к гадалке не ходи Совершенно очевидно то, что валютный блок продолжает дисконтировать Понижательные риски из-за замедления, из-за экономического спада Китая Ну и, конечно же, таких же понижательных рисков со стороны прочих развивающихся площадок И в целом, я снова хочу обратить, соответственно, ваше внимание на те комментарии Которые мы слышали от господина Драги Который весьма недвусмысленно дал понять, что именно эти самые понижательные риски В копии с очень слабой статистикой по потребительской активности Создает достаточно негатива для еврозоны И вынуждает, по сути, европейские мегарегуляторы действовать на опережение И запускать те самые долгожданные, искомые и ожидаемые нами меры экономического стимулирования Без которых еврозона уже, по сути, никак не справится Поэтому, говоря про евро Видим то, что сессии разнонаправленные Мы видим то, что евро старается использовать фундаментальный фонд Для того, чтобы вырасти в рамках торговой сессии Но все равно долгосрочный, даже среднесрочный посыл, он очевиден Евро находится под давлением И я считаю то, что это давление будет дальше только усиливаться Что касается пары доллара японская иена Она также снижалась, возможно, предвкушая, конечно же, очередную встречу ФРС Которая оказалась весьма интересной Да, прорывного решения не последовало Но мы услышали то, что хотели услышать от представителей ФРС Касательно, опять же, сроков и возможной нормализации денежно-кредитной политики Поскольку вопрос остался на повестке обсуждения Связанной с повышением процентной ставки Значит, на такой же повестке обсуждения остались и наши ожидания того, что Американский мегарегулятор все-таки перестанет тянуть резину И, наконец-таки, начнет действовать и, собственно, перейдет к повышению процентной ставки Для доллара это фактор потенциального серьезного роста Мы, собственно, ждем этого роста очень давно И, в целом, уже, наверное, ждали дольше Осталось еще чуть-чуть Самое главное, сейчас уже подойдя к этой финишной прямой Не отказываться от идеи, связанной с усилением позиций американца Осталось только с прочими участниками рынка Дожать инвестиционные идеи И, разумеется, выйти на наши профитные ориентиры Которыми мы руководствуемся уже довольно долгое время Разумеется, помимо серьезного фундаментального фона Который предполагает, опять же, спекуляции на формулировки представителей ФРС На ожидания поставки Мы не игнорируем и национальную макроэкономическую статистику В частности, рынок труда, рынок недвижимости Это наши, скажем, ведущие сектора экономики И каждый раз, когда мы возвращаемся к статистике Мы стараемся, собственно, детально проанализировать каждый из этих секторов Потому что прекрасно понимаем, что каждый из них имеет серьезный потенциал Чтобы реально начать менять фокус и даже общее позиционирование Даже среди голосующих членов в пользу того решения Которое мы также вербально вроде бы как навязываем рынку Но все-таки все прекрасно понимают, что мы правы Поскольку фундаментальный фонд, он создает эти самые искомые основания Для усиления позиций доллара В этот раз, конечно же, статистика чуть оказалась хуже Прогнозов хотя даже не чуть Но я не считаю то, что стоит циклиться из одного слабого макроэкономического отчета Потому что даже несмотря на те данные, которые мы анализировали по рынку недвижимости в США на прошлой неделе У нас все равно целый, скажем, тренд из 6-7 месяцев Одного лишь сигнала восстановления, очевидного расширения сектора И помимо недвижимости у нас есть еще и рынок труда Который также больше радует тех трейдеров, которые делают ставку на рост американца Во вторник внимание трейдеров переключилось уже на британскую валюту И в частности данные по ВВП Англии Как мы и прогнозировали, просел как годовой, так и квартальный отчет Хотя если, опять же, адекватно анализировать ситуацию Те экономические отчеты, которые мы старались интерпретировать и не упускать в последние месяцы Мы, собственно, готовились к слабой статистике уже в течение длительного периода времени И я полагаю то, что те, кто присоединился к идеям, связанным с, собственно, такой фундаментальной слабостью И возможностью ослабления фунта, не оказались правы Потому что мы уже, с точки зрения статистики, получили подтверждение того, что Англия, экономика, замедляется Квартальный отчет просел до 0,5% против прошлого 0,7% Годовой отчет также не порадовал 2,3% против прогноза 2,4% Риторический вопрос, конечно же Какие же причины для более удручающих показателей по экономическому росту? Ну, причины, на самом деле, очень очевидны Это снижение индекса деловой активности Это укрепление курса британской валюты Это жесткая посадка Китая Довольно холодное лето, которое, разумеется, привело к соответствующим слабым показателям по потребительской активности И таким же удручающим данным по роничным продажам И, в целом, мы прекрасно понимаем то, что если банк Англии по какой-то причине умудрится пойти на дополнительные шаги По ужесточению монетарной политики, то есть повышению процентной ставки Это будет просто катастрофическая ошибка со стороны национальных монетарных властей Допускать ее ни в коем случае нельзя, потому что если уже банк Англии, да и в целом английская экономика страдает от чрезмерно дорогой валюты Разумеется, повышение процентной ставки сделает эту валюту еще дороже Значит, риски состояния торгового баланса, риски для национальных производителей возрастут многократно То есть это будет просто суицидальная миссия со стороны монетарных властей, которая только усугубит ситуацию в стране А значит, даже несмотря на периодические заявления, которые мы слышим со стороны и, соответственно, карни руководителя Банка Англии Со стороны его окружения касательно того, что британский рынок и экономика готовы к повышению процентной ставки Мы все-таки пропускаем эти обещания, эти выпады, которые, наверное, направлены исключительно для того, чтобы самостоятельно поспекулировать на своей власти Они дальше никуда не идут А объективная оценка экономической реальности удерживает, скажем, сейчас на рынке прежние инвестиционные идеи Разумеется, тех участников рынка, которые уже заходят к оценке этого фундаментального фона с другой стороны На мой взгляд, более правильного, оправданного и обоснованного И эта сторона как раз предполагает отсутствие возможности для повышения процентной ставки И, разумеется, возможности для такого же тактического ослабления британца Поэтому, когда фунт все-таки ополнится, спустится с небес и пойдет к тем целям, которые поставили мы Самое главное, чтобы вы, конечно же, были готовы к этому коллекционному движению И ни в коем случае не находились в неправильном, скажем, направлении и в неправильной позиции По британцу мы по-прежнему смотрим вниз И последние макроэкономические отсчеты Также подкидывают, скажем, дровишек в тупку той правильной инвестиционной идеи Которой мы придерживаемся уже на протяжении последних двух-трех месяцев После того, как вышли слабые данные по ОВП Это тут же сказалось на динамике британца Поскольку, в целом, фунт против доллара обновил недельные минимумы И добрался до значения 1.5282 Да, сейчас мы видим, конечно же, восстановление фунта Но это связано, опять же, не с оценкой дополнительной национального макроэкономического фона Это больше связано с теми условиями, которые сейчас формируются на рынке доллара Но рано или поздно все-таки участники рынка и трейдеры вернутся к национальному фундаментальному фону И несколько отодвинуты, опять же, спекуляции, связанные с повышением процентной ставки в США на второй флаг Вот как раз это нам и нужно С вашего позволения отмечу также и нефть, которая пробила поддержку в середине прошлой недели в районе 47 долларов за баррель Я говорил, что бренд, будучи одним из аутсайдеров рынка, практически обречен на еще более глубокую коррекцию Но нужен был соответствующий фундамент, который, по идее, должен был бы стать причиной еще большего ослабления и пролива бренда и WTI И, соответственно, тот фундамент, который мы ждали, чтобы усилить наше представление с точки зрения правильно выбранных и поставленных целей И на самом деле этот фундамент пришел Никак я не мог предположить, что поддержку нам окажут США, но в целом именно так оно и произошло Мы знаем то, что в планах США в ближайшее время снова раскупорить свои стратегические запасы и начать продавать миллионы баррелей нефти В частности, согласно имеющимся законопроекту, продажи могут начаться даже уже в 2018 году с годовым темпом в 5 миллионов баррелей И постепенным увеличением до 8 миллионов к 2022 году, 10 миллионов к 2023 году А в целом программа предполагает достаточно длительный период разгрузки до 2025 года И за этот интервал, по сути, в 17 лет, точнее даже чуть поменьше, в 10 лет Есть возможности уже созданные через спекуляции на рынке дождаться того, что США избавятся примерно от 58 миллионов баррелей Разумеется, это еще больше усилит предложение А если мы каждый раз, говоря про перспективы темпов роста мировой экономики, констатируем одну лишь слабость и недостаточный спрос Значит, у нас ключевая идея, которая связана с ослаблением нефти Это серьезное расхождение между спросом и предложением Она остается на финансовых площадках и толкает, собственно, бренд и WTI к более низким ценовым значениям Поэтому наша идея железобетонная, она уже принесла за последний год нам достаточно профита Поскольку мы стали планомерно скидывать бренд с более высоких ценовых значений, 70 И даже тогда, когда буквально несколько недель мы видели, как бренд пошел на совершенно необоснованный выпад Добрался даже до сопротивления в 55 долларов за баррель Я призывал не поддаваться этой всеобщей рыночной панике, заблуждению Потому что бренд тогда обновлял, по сути, локальный хай на фундаментальном фоне, который этому совершенно не способствовал И после этого, собственно, мы увидели, как бренд снова вернулся к тем значениям, с которых начинал этот старт И на текущий момент продолжает торговаться с понижением Даже сегодняшняя азиатская торговая сессия Завтра мы в ходе брифинга вернемся детально к, опять же, сегодняшней динамике по нефти Но в целом, если вы посмотрите, уже нефть, опять же, приседает и, соответственно, стремится к тем уровням, которые были выставлены ранее 47, это еще не предел Дальнейшей целью для бренда, с учетом текущего новостного фона, может оказаться уже значение 45 долларов за баррель Что касается продаж стратегических запасов нефти Здесь такая ремарочка, я хочу, чтобы вы, разумеется, были в курсе новостного фона Это не беспрецедентный событий, сразу скажу так Мы наблюдали продажи стратегических запасов еще в 2011 году Примерно тогда США избавились от 11 миллионов баррелей И произошло это вследствие, как бы, замещающего, компенсирующего эффекта в связи с прекращением добычи в Ливии Поэтому тогда, вроде бы, как все складно было Действительно, экономика нуждалась в топливе, мировая экономика, спрос был повышенным И если из общей мировой картины выпадает один из ключевых производителей Нужно, конечно же, замещать эти объемы, потому что святое место пусть не бывает Сейчас ситуация уже совершенно другая Мы видим то, что Ливия наращивает объемы производства Мы знаем то, что Иран готовится увеличить производство даже до 4 миллионов баррелей в сутки То есть практически задействовать вещь, имеющийся производственный потенциал И увеличить добычу в 4 раза Мы знаем то, что не снижается объемы производства в США Мы знаем то, что ОПЕК также полномерно из месяца в месяц, несмотря даже на свои обещания Следить за ситуацией все равно продолжают увеличивать выработку И мы знаем также, что, возможно, по итогам декабрьского заседания О снижении квоты снова не пойдет речи Потому что ближний и восточный картель будет бороться за свою долю, которая придерживается очень давно А значит, в 2016 год, как я уже отмечал, мы снова ступим с прежним фундаментальным негативом по нефти И, разумеется, будем также больше тяготеть к медвежьим целям, которые по-прежнему являются более интересными и привлекательными И спасибо, конечно же, рынку, потому что за последние месяцы мы уже неоднократно добирались до локальных профитов, которые были выставлены по этому активу И еще не предел Помимо факта того, что Соединенные Штаты Америки планируют, соответственно, перейти к продажам стратегических запасов У нас было еще два локальных отчета, это запасы нефти США Сначала по версии частного агентства ОПИ, а потом уже данные от Минэнергии В частности, оценка от ОПИ Запасы выросли на 4,1 миллиона баррелей в сутки в целом, то есть за прошлую неделю Это также было в формате наших ожиданий, потому что мы прекрасно знали, что из-за сезонного фактора Недостаточной загруженности производственных мощностей То есть недовыработки, опять же, нефти Запасы будут полномерно увеличиваться Именно это и происходит, и на самом деле это уже тенденция из 4 недель Я считаю то, что, как отмечал в ходе сегодняшнего брифинга У нас еще есть возможность покататься на этом новостном фоне не меньше месяца А значит, мы будем делать именно это То есть локальные факторы роста запасов И такая же локальная предпосылка для еще большей распродажи и бренда, и WTI Плюс ко всему, еще и официальные данные также показали прирост Статистика зафиксировала увеличение запасов на 3,3 миллиона баррелей В целом, конечно же, это не так много, как мы наблюдали на прошлой неделе Но все равно тенденция сохраняется, и мы констатируем увеличение запасов Соответственно, бренд вследствие такого новостного фона оказался под серьезным давлением Но, наверное, сейчас, глядя уже на текущую динамику Нужно больше сместить свой прицел на оценку производственной активности О Китае, в частности, до конца недели мы еще раз увидим оценку производственного сектора И забегая вперед, хочу сказать то, что у нас будет со 99% вероятности Скорее всего, еще один слабый макроэкономический риск Который позволит нам, снова отталкиваясь от этого новостного фона Слабости Китая и, разумеется, слабости мировой экономики Найти еще один повод для распродаж позиций черного золота Чтобы далеко не отходить от этой идеи Снова напоминаю про рубль, который, по сути, является заложником обстоятельств Разумеется, следить за динамикой нефти И при всем желании, какой бы фон он не хотел сейчас использовать Для того, чтобы усилить собственные позиции Определяющим является исключительно бренд Здесь простая математика Также не хочу, чтобы вы ее забывали Если задаетесь вопросом, сколько может стоить рубль С учетом актуальной цен на нефть, перенажать актуальные котировки Соответственно, стоимость бренда Если получается сумма ниже 3200 рублей за баррель То есть рублевый эквивалент стоимости баррель нефти Значит, стоит ожидать планомерной девальвации Ну или надеяться для оптимистичных инвесторов Что нефть найдет основания для роста Хотя первый, конечно же, является более предпочтительным Поэтому каждый раз, когда мы возвращаемся к идее, связанной с ослаблением позиций черного золота Я каждый раз констатирую, что в связи с этим на рубль также может быть оказано давление И стоит ожидать еще один виток девальвации Из статистики вторника можно было выделить еще данные по заказам товара деятельного пользования В США, в частности, отчет оказался лучшей от прогноза Но все равно зафиксировал снижение Минус 1,2 против прогноза сокращения на минус 3% В общем, с этим фоном мы подошли к среде и оглашению ставки ФРС Начнем по порядку Все-таки, прежде чем, скажем, прогремел ФРС Были и локальные отчеты И они интересуют тех трейдеров уже, которые, к примеру, делают ставку на трейдинг по австралийцу И в среду ранним утром у нас была возможность оценить данные по индексу потребительских оцен В частности, отчет зафиксировал снижение в квартальном эквиваленте показателя до 0,5% против прошлого 0,7% По реакции АУСИ, который свалился до уровня 0,78% Все было совершенно очевидно Негатив и серьезный пинок, скажем, под одно место для этого актива Который стал причиной серьезной разгрузки Почему трейдеры так негативно отреагировали на слабые данные по индексу потребительских оценок Здесь логика, на самом деле, также очень проста Если мы каждый раз возвращаемся к идее необходимости дополнительных мер экономического стимулирования Понимаем то, что даже резервный банк Австралии будет все равно ориентироваться на показатели по инфляции И если на рынке существуют риски того, что инфляция будет расти Разумеется, дополнительных мер экономического стимулирования не может быть и речи Потому что, решая одну проблему, мегарегулятор может создать еще большую проблему И она связана с потребительской активностью Поэтому, если мы анонсируем дополнительный шаг через снижение процентной ставки Мы сначала смотрим на инфляцию и, получая подтверждение снижения этого показателя Констатируем, что у резервного банка Австралии, по сути, развязаны руки А значит, есть и основания, чтобы перестать томить рынки, разумеется И пойти на тот долгожданный шаг, на который мы ориентируемся очень давно Поэтому я снова отмечаю возможности этого решения до конца этого года Уже завтра буквально очередное заседание резервного банка Австралии Кто знает, может быть уже завтра мы увидим снижение процентной ставки Поэтому, забегая вперед, даже если завтра никакого судьбоносного решения не последует До конца этого года вероятность этого шага велика А значит, австралиец будет позиционно находиться под прежним прессом Прекрасно понимают то, что теперь против него выступает и национальная макроэкономическая статистика Теперь, что касается прочих инструментов Перед заседанием ФРС евро также оставалось под давлением Мы это прекрасно видели И продолжалось это буквально на протяжении всей торговой сессии Продолжение следует... Да, прошу прощения за технический сбой Связь прерывалась Надеюсь, теперь все в порядке Как меня слышно и нет ли проблем с изображением Можно снова поставить плюсики Как меня слышно Вроде бы связь восстановилась Как меня слышно Отлично В общем, имейте в виду, что если снова возникнут проблемы Об этом нужно будет снова мне сообщить Давайте тогда вернемся к самому важному событию прошлой недели Хорошо, что мы не успели к нему приступить Потому что прерываться на таких моментах, конечно же, не стоит ФРС и долгожданная процентная ставка Сразу признаюсь, что были, конечно же, спекуляции Были субъективные мнения Касательно того, что ФРС может пойти на долгожданное решение По ужеточению монетарной политики Буквально уже на прошлой неделе Но вероятность этого была крайне низка Но все равно она присутствовала И судя по тому, что мы увидели в динамике Американцы против основных конкурентов Совершенно очевидно то, что доллар Также предвкушал возможность для собственного роста И прекрасно понимает то, что до сих пор Остается на рынке одним из лидеров А значит, последующий Макроэкономический фон Будем надеяться на фон, который создаст дополнительные возможности Для усиления позиций Американца будет использована им самым лучшим образом Что касается ФРС Участники рынка предполагали, что представители ФРС Обсудят последние планы своих коллег Из Народного банка Китая Из Европейского центрального банка О смягчении экономической политики И, разумеется, обсудят эти планы С точки зрения возможного влияния на позиции доллара Так оно и произошло Действительно, говорили про ЕЦБ Отмечали и целый ряд мер экономических стимулов Которые были задействованы со стороны Народного банка Китая Я считаю, что это еще, скажем Цикл тех действий, который не завершен Потому что на текущий момент Через объективные показатели по экономическому росту У нас сплошной негатив Связанный с тем, что Китай снижается Уже актуальные цифры 6,9 по экономическому росту И уверен, что до конца этого года мы сможем вместе с теми трейдерами Которые не верят пока в основление второй повышенной экономики мира Добраться даже до уровня 6,8-6,7 И я снова напоминаю вам про те прогнозы, которые были обозначены со стороны ряда инвестиционных банков И рейтинговых агентств, а также Всемирного банка Что, возможно, в 2016 год Ну, помимо того, что в 2015 будет хуже некуда В 2016 год Китай, скорее всего, закроет даже в районе 6,3% Хотя моя субъективная позиция при неизменности текущего фундаментального фона И, скажем, без отсутствия должной отдачи от тех мер экономического стимула Которые задействуются Народным банком Китая Действительно, экономика может просесть даже еще сильнее Голосующие члены ФРС приняли решение оставить процентную ставку на прежнем уровне Но при этом сохранили возможность повышения процентных ставок в декабре Собственно, такую формулировку мы ждали И, слава богу, что дождались Потому что она действительно оставляет на повестке обсуждения Возможность такого серьезного шага А значит, добавляет дополнительного топлива в нашу идею Которая связана с ростом американцев Плюс ко всему, ФРС стала менее обеспокоена последними событиями на финансовых рынках И, разумеется, той неопределенностью, которая связана, скажем, с экономическими тенденциями Неприятными, наблюдаемыми за границей Другими словами, если поток экономических данных Которые мы будем анализировать уже в дальнейшем Останется уверенным и будет сохранять прежний позитивный, скажем, стимул И свидетельство того, что ключевые секторы американской экономики расширяются И создают хорошее основание для роста и расширения темпов экономического восстановления Значит, доллар будет получать поддержку И использовать вот эти все катализирующие эффекты Чтобы отстоять свое лидерство И, разумеется, оказать еще больший прессинг на главных своих конкурентов Рисковых инструментов После того, как ФРС отметился с процентной ставкой Мы видели, как практически сразу же поползли вверх доходности американских трежерис Это еще один серьезный новостной фундаментальный фактор Который ни в коем случае не нужно игнорировать Потому что, еще раз напоминаю Если на рынке отсутствуют интересные макроэкономические отсчеты Можно последить за динамикой долгового рынка И там уже поискать ответы на все вопросы Может оказаться так, что рост доходности американских бумаг Будет куда более опережающим Допустим, те же самые немецкие Вследствие чего вырастет спред А значит, создаст больше оснований Для, опять же, инвестирования средств в те активы Которые номинированы в долларах И, разумеется, это поддержит позиции американцев Это идея, которая отрабатывала себя много раз И мы продолжаем руководствоваться ею Даже сегодня, если мы посмотрим на динамику Опять же, американского долгового рынка То сможем увидеть, что и сегодня она оказывает поддержку американцу Поскольку вопрос, связанный с нормализацией денежно-кредитной политики Так и не был снят с повестки обсуждения Лидером дня в среду, как и предполагалось, осталась именно американская валюта Пара USD иена закрыла день на уровне 121.10 Даже, по-моему, локальных был чуть повыше В районе 121.00, может быть, даже 40 Евро просело в район 1.08.96 Это минимальное значение с августа То есть за одну торговую сессию Мы видели, как европейская валюта против доллара потеряла около 150 пунктов Сдался также и фунт 1.52.65 Австралийца тем временем продолжил движение к уровню 0.7 Но я считаю то, что, наверное, даже более определяющим для австралийца был не фунт со стороны ФРС А именно ожидание того, что снижение уровня инфляции создаст возможность для того, чтобы австралийц пошел на еще одно снижение процентной ставки В четверг уже ситуация изменилась Я называю такую динамику днем обратной тяги Потому что в четверг мы наблюдали уже совершенно противоположные тенденции Евро показало рост, добравшись до уровня 1.09.86 И в целом бычьей динамикой отметились многие другие рисковые инструменты А вот доллар против иены уже проседал Поддержку европейской валюте оказали сильные данные по рынку труда в Германии Сразу, скажем, отмечу тот факт, что за последние несколько месяцев мы давненько уже не наблюдали хорошие статистики по ведущей экономике валютного блока Действительно соскучились уже по хорошим отчетам И то, что рынок труда сейчас выкропился с того дна и, может быть, создает сейчас какие-то положительные, позитивные ожидания того, что и потребительская активность с этим будет расти Может быть, для трейдеров, которые делают ставку на рост евро, конечно же, это как бальзам Потому что действительно статистики хорошей не было и сейчас каждый отчет на вес золота Но здесь есть даже не маленькое, а очень большое но Даже несмотря на очевидное улучшение ситуации на рынке Германии Я не считаю то, что мы будем наблюдать, наверное, даже тренд из этого Поскольку есть новостные поводы, которые, напротив, создают все возможности, чтобы готовиться к еще более удручающим временам для рынка труда Германии Потому что Deutsche Bank уже, по сути, анонсировал, что в ближайшие несколько месяцев планируется катить до 30 тысяч работников И плюс ко всему на рынке по-прежнему еще активно обсуждают скандал с Volkswagen Потому что величина, сумма иска просто катастрофическая Этот иск, разумеется, придется удовлетворить А если это скажется, непременно скажется, конечно же, на результатах деятельности Volkswagen Значит, снова будут опудняты вопросы оптимизации численности персонала И это еще один негативный фактор для рынка труда И, соответственно, в целом можно уже забегать вперед, сказать, что этот негативный фактор найдет достаточно неприятного даже в состоянии промышленного сектора А если просядет в очередной раз промышленный сектор Германии Значит, мы будем готовиться к такой же слабой статистике еврозоны И снова ставить во главе угла ожидания новых мер экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка Но пока новостной фонд в целом создает для этого все основания И нет ни малейшего фактора, который позволил бы нам сейчас изменить, опять же, прошлому взгляду Предполагающему возможность еще большего ослабления позиций европейской валюты против доллара На фоне тех экономических реалий и актуальных обстоятельств, с которыми столкнулась вся еврозона Что касается американца, то здесь всю малину уже испортила статистика Национальное ВВП в третьем квартале оказалось хуже прогноза, полтора процента Ожидания были 1,6 процента Ну, в целом, расхождение, конечно же, несущественное Поэтому, мягко говоря, можно закрыть глаза И все равно констатировать факты расширения экономики И на фоне, опять же, рынка недвижимости, рынка труда В частности, в четверг вышли данные по заявкам на пособие по безработице И снова отчет просто выше всяких поход 260 тысяч против прогноза 263 Это уже со счету сбился, на самом деле Какая неделя в подряд, когда отчет держится ниже 300 тысяч А значит, создает все больше оснований Чтобы американская экономика добралась до целевого показателя по безработице Который находится на уровне 5% Всего лишь один шаг остается до этого рубежа Напомню, что на этой неделе у нас в новом фарм появился И, разумеется, возможность оценить уже актуальную статистику И я считаю, что те ожидания, которые предполагают поддержку для доллара Со стороны национальной статистики Они могут быть вознаграждены Потому что в случае выхода осильных данных по Non-Farm Perls Появится основание для, соответственно, более лучших показателей Опять же, всего рынка труда Для стимулирования потребительской активности И, может быть, для выхода уже экономики в целом В четвертом квартале на совершенно новые уровни Это такой оптимистичный сценарий Ну и заключительным из важных отчетов прошлой недели Стали данные по индексу потребительских цен еврозоны Если вы следили за этим отчетом А я надеюсь, что вы следили Потому что это один из самых важных релизов Для экономики валютного блока Потому что на фоне ожидания дополнительных мер экономического стимулирования Разумеется, сейчас ЕЦБ будет искать всю поддержку Которая только может быть на рынке Для того, чтобы отказаться Или, по крайней мере, отложить решение По дополнительным экономическим стимулам Мы готовимся к этим стимулам в декабре Но если, скажем, из-за недели в неделю Мы будем до декабря констатировать Улучшение показателей инфляции Значит, Драги может также сделать Такую вербальную рокировку И, собственно, продолжить Нервировать трейдеров И играть на рыночных настроениях Но в целом пока Учитывая то, что годовой показатель По индексу потребительских цен еврозоны Находится на нулевом уровне То есть это минимальное значение за последний год Значит, от идеи, которая предполагает Решение программы количественного смельчения Может быть, повышение планки С 60 миллиардов до 75,80 Мы, разумеется, не отказываемся Пока верим тому посылу Который был заложен Марио Драги В ходе своей прошлой конференции И продолжаем ожидать Дополнительные экономические стимулы Со стороны европейского мегарегулятора Разумеется, долгосрочно и среднесрочно Это фактор давления на позиции Главного риска против американского конкурента Это что касается самых важных Макроэкономических отчетов в прошлой неделе Теперь давайте плавно перейдем к релизам Этой пятидневки Как я уже отметил Завтра у нас решение Резервного банка Австралии По процентной ставке Ну и еще из важных событий Это выступление главы ЕЦБ Драги По Австралии Если даже и не будет снижена процентная ставка Все равно на АУСе будет оказано серьезное давление Потому что, учитывая последние тенденции И факт роста на ставок по апатичному кредитованию Мы прекрасно понимаем То, что если коммерческие банки Сейчас сознательно Точнее, столкнувшись, скажем С обстоятельствами непреодолимой силы Вынуждены ужесточать условия На рынке кредитования Резервный банк Австралии Может пойти уже на обратные меры Для того, чтобы, скажем, смягчить эту среду Разумеется, здесь снова имеется в виду Снижение процентной ставки Поэтому дополнительные шаги Судьбоносные для австралийца ждем Может быть, этот шаг будет анонсирован уже завтра И если это произойдет То у австралийца будут все основания Чтобы продолжить полномерные снижения В район ближайшей поддержки Которая сейчас уже маячит не так далеко В районе 0,70 Выступление главы ЕЦБ Драги Здесь, скорее всего, придется Драги держать ответ Скажем, за анонс новых мер экономического стимулирования Будут вопросы касательно того Что не поспешило ли монетарное ведомство С анонсом этих действий Может быть, из-за улучшения Макроэкономических показателей ЕЦБ решится, скажем, отложить эти действия Но все равно любой вопрос Который предполагает смягчение экономической политики И дополнительные меры экономического стимулирования Это негативный фактор для национальной валюты Тем более, что европейская валюта Уже изрядно просела По факту, опять же, ожидания решения Программы количественного смягчения Но мы вслед за евро Давайте продолжим спекулировать на этом новостном фоне И будем искать, опять же, в завтрашнем выступлении Драги Наоборот, поддержку Либо дополнительные аргументы В пользу того, что в декабре мы все-таки услышим Об этом прорывном решении В среду предварительный отчет по рынку труда США Это традиционный предвосхищающий отчет Non-Farm Parals Данные по EDP Обычно этот отчет анализируют с точки зрения того Что если мы получим какую-то цифру Значит, ее можно сопоставлять с пяточечными Non-Farm Расхождение обычно, скажем В процентах 70 не такое уж и существенное Поэтому, если в среду мы получим хорошие данные По росту числа занятых в США Вне сельскохозяйственном секторе Значит, можно будет готовиться к такому же сильному отчету в пятницу А поэтому Снова возрастут спекуляции на тему повышения процентной ставки В декабре 2015 года Снова толкнет вверх доходность американских трежерис И снова начнет создавать достаточную почву В пользу того, чтобы голосующие члены Начали больше склоняться в пользу того решения Которое, собственно, и станет предполагать нормализацию денежно-кредитного курса В общем, этот сценарий позитивный для американцев Тем более, что десертом завтрашнего дня Восстанет еще и конференция Джанет Ерин Но здесь, наверное, также будет уделено много внимания Текущей монетарной политике И продолжим, собственно, следить за теми ожиданиями Которых придерживаются представители ФРС По готовности американской экономики К первому за последние 10 лет повышению процентной ставки Традиционный отчет среды Еще изменение запасов нефти и нефтепродуктов Как я уже отмечал, скорее всего, увидим прирост запасов А значит, можно будет готовиться к разгрузке бренда И уже по причине локальных факторов Четверг у нас будет суперчетвергом И снова отметится Англия Собственно, именно публикация ряда серьезнейших Макроэкономических отчетов по Англии Позволяет нам, собственно, характеризовать этот день именно так Потому что помимо квартального отчета по инфляции Помимо протоколов, планируемого объема покупки активов Голосования членов по изменению денежно-кредитной политики Выступления главы Банка Англии Марка Карни Процентной ставки и выкупа активов У нас еще будет несколько макроэкономических отчетов Которые позволят нам уж точно, окончательно определиться С перспективами, которые сейчас маячат перед британским рынком Ну и, разумеется, перед британской валютой Забегая вперед, хочу отметить то, что Не стоит сейчас рассчитывать, что Банк Англии пойдет на повышение процентной ставки В начале вебинара я уже уделял этому немало внимания Потому что все-таки, прежде чем поднять вопрос по повышению процентной ставки Нужно добиться роста индекса потребительских цен А сейчас он находится на отрицательной территории Минус 0,1% Поэтому ждем, соответственно, отсутствия поддержки для идеи, предполагающей более скорое повышение процентной ставки Ждем отсутствия оснований для роста уровня инфляции в стране А значит, ждем разгрузки британца Которая сейчас нам необходима Особенно с точки зрения тех долгосрочных и среднесрочных целей Которые мы поставили по паре фунт-долларов В конце, собственно, этого вебинара я еще раз предложу вам цели Которых мы придерживаемся в рамках этой пятидневки Также еще и заявки традиционные на пособие по безработице в США Но учитывая то, что тенденция не меняется уже, наверное, недель 50 Вероятность того, что она изменится сейчас В плане того, что отчет ниже 300 тысяч низко Поэтому я жду хорошего релиза и в этот раз А значит, жду и локальной поддержки для американцев Ну и, конечно же, в пятницу здесь я отметил даже особым статусом Несколько отчетов Это выступление главы Банка Японии Курады И противовес ему средняя почасовая заработная плата в США И количество, конечно же, новых рабочих мест То есть non-farm payrolls Почему нужно начать с Японии? Потому что, если вы торгуете парой USD-йена Здесь совершенно очевидно Сам собой напрашивается контраст монетарных политик Если ФРС готовится к повышению процентной ставки Банк Японии, разумеется, буквально в одном шаге От решения программы количественного смещения Собственно, как и еврозона Если мы не увидели, опять же, этих дополнительных стимулов По итогам прошлого заседания Это не факт того, что они не последуют Курада уже неоднократно давал понять Что из-за чрезмерно низких показателей по инфляции Катастрофического показателя по потребительской активности Япония не обойдется без этих судьбоносных решений Просто осталось дождаться И не забывайте о том, что помимо, опять же, ожиданий стимулов для Японии ФРС, как ни крути, но буквально в одном шаге От повышения процентной ставки И только этого уже достаточно, чтобы делать ставку На усиление позиций американца против японской иены Также выступление Булларда из Федеральной Азерной Системы Но здесь один нюанс заключается в том, что Буллард будет голосующим членом Только со следующего года Но все равно это авторитетный представитель ФРС И к его позиции, его мнению прислушиваются Поэтому, если в этот раз мы услышим снова Скажем, о формулировке того, что лучше бы ФРС Пойти на повышение процентной ставки до конца этого года Чтобы не создавать риски для формирования финансовых пузырей Прежде всего на рынке недвижимости Может быть, эта позиция будет определяющей Что касается Non-Farm Perils Помимо новых рабочих мест Особое внимание нужно будет уделить еще средней почасовой заработной плате Может быть, даже этот отчет еще более определяющий Чем сами Non-Farm Perils Потому что с рынком труда США Думаю, вопросов нет ни у кого Наверное, какой бы ни вышел отчет В целом, восстановительный вектор сохраняется И мы по-прежнему верим в то, что американская экономика В плане этого сектора будет дальше расти Соответственно, создавать новые рабочие места И в целом, подталкивать к реализации те идеи Которые связаны с ростом американца Но единственная проблема Которую до сих пор не удается решить Соединенным Штатам Америки Это крайне низкая инфляция Но в целом, хорошо, что она пока держится на положительной территории Но если средняя почасовая заработная плата вырастет Значит, будучи определяющим показателем для индекса потребительских цен Можно будет говорить о том, что нащупано дно и по решению этой проблемы И если это будет так, значит у доллара Ну, буквально будут все уже, скажем, лавры Которые создадут основания И станут триггерами, бустом, катализатором Для того, чтобы американец закрыл неделю с повышением А может быть даже и вовсе лидером всей торговой пятидневки Но на это пока мы и настраиваемся Ну и что касается целей, которые мы традиционно ставим каждую неделю Это евро-доллар 1.09.00 Соответственно, out USD 0.70.50 USD-йена, скорее всего, снова пробьется выше сопротивления 121 Фунт-доллар Ждем просадку в район 1.53.50 Собственно, к тому, как эти идеи себя отработают Мы вернемся уже, соответственно, на следующий вебинар Который пройдет 9 ноября На этом все Если есть вопросы, конечно же, задавайте С радостью на них отвечу Что касается вопросов по Банку Японии В принципе, наверное, я уже вкратце на него ответил Никакого отказа, как такового, еще не произошло Просто решили повременить и последить за экономической ситуацией Мы по-прежнему ждем это решение И ждем его через трейдинг по паре USD-йена Золото Если уже отметил возможности для роста американца Значит, драгоценные металлы, золото и платина и серебро Будут испытывать в связи с ростом Возможным ростом, конечно же, доллара Серьезное фундаментальное давление Тем более, что, снова повторяюсь Не забывайте о том факте, что золото Сейчас уже никак не пользуется популярностью Потому что не позволяет, соответственно, хеджировать свои риски Точнее, даже страховаться от рисков обесценивания денег В связи с ростом инфляции Потому что рост инфляции, как такового, нет Какой бы регион мы сейчас не рассмотрели Из развитых рынков Англии, Австралии, Канада Соединенные Штаты Америки, Еврозоны Там инфляция наладом дышит И на самом деле стремится к отрицательным значениям Они молятся, чтобы вывести его на положительное русло Поэтому золото, если раньше и было тем активом Который, опять же, набирал вес популярности В связи с тем, что зашкаливали показатели по инфляции Сейчас это уже не так И кроме того, золото на фоне тех инструментов Которые присутствуют на рынке Сейчас не может похвастаться Не дивидендной доходностью, как акцией Но, разумеется, каким-то процентным Либо купонным доходом В общем, золото постепенно списывается со счетов И даже, как показали последние Неприятные экономические тенденции Вспомните, опять же, ситуацию в Греции Когда действительно на повестке обсуждений Стал вопрос распада еврозоны Все равно даже эти глобальные серьезные риски Они никак не сказались, по сути, на привлекательности золотого актива Поэтому цель остается прежней Я полагаю, что в ближайшее время Мы сможем увидеть Тройскую унцию ниже 1050 долларов Соответственно, за единицу А может быть, даже и коснемся Назначения 1000 долларов за Тройскую унцию Что касается времени Допускаю, конечно же, что это неудобно В 15.30, но мы на самом деле В этом плане гибкие Если это будет, скажем, такой резонансной позицией Большинством, то будем корректировать непременно Поэтому буду рад, соответственно, обратной связи от вас Но поскольку вопросов нет Большое вам спасибо за внимание Соответственно, удачные, успешные торговые пятидневки Готовимся, разумеется, к Non-Farm Pails И продолжаем делать ставку на усиление позиций Американца Ну а увидимся мы уже завтра В ходе брифинга Ну или, соответственно, следующего Вебинара, который пройдет 9 ноября Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok